Сегодня у нас немножечко разношерстная новостная повестка. Google договорил с Францией о кое-чем по поводу искусственного интеллекта. Тем временем Vivo уже второй раз за месяц удивляет нас своими новинками, а на сладкое у нас извращение от компании Nokia. Привет, YouTube! Мудрый чайханчик был от здесь, и это новый выпуск MadNews на канале Stupid Mad World. В последние годы можно с чистой совестью назвать ренессансом искусственного интеллекта. Вот вы думаете, благодаря чему Google смогла запустить такую вещь, как Google Now? А Siri? И ведь все благодаря тому, что именно искусственный интеллект позволяет помощникам распознавать то, что мы им говорим. И, видимо, Google в этом направлении решил двигаться еще более огромными шагами и в еще более серьезном направлении. Google объявила о том, что компания собирается развивать исследования в области искусственного интеллекта во Франции. Например, создать новую исследовательскую команду для совместной работы с французским научным сообществом, занимаясь различными вопросами от здравоохранения до окружающей среды. По словам Google, работы, подготовленные командой, будут находиться в открытом доступе. Кроме того, компания намерена увеличить штат Google Франции вдвое и открыть 4 центра, в которых будут вестись бесплатные занятия по компьютерной грамотности. Вообще, я безумно рад, что все больше и большее количество ученых занято в сфере искусственного интеллекта. Я очень надеюсь, что в ближайшее время ИИ изменит нашу жизнь полностью, гораздо больше, чем это есть сейчас. Жаль, что с помощью искусственного интеллекта я не смогу побороть в себе вот это... свое... огромное... количество пауз между словами. Помните, на неделе CES я рассказывал вам о том, что Vivo представила подэкранный сенсор отпечатка пальцев? Угадайте, какая следующая у нас новость? Последнюю неделю в сети плавали слухи о том, что компания Vivo намерена в ближайшее время выпустить смартфон с прорывным сенсором отпечатка пальцев. Официальный тизер раскрыл дату показа новинки. Судя по изображению, анонс состоится в среду 24 января в Пекине. Называться смартфон будет X20 Plus UD. В модели используется сканер Synaptic с ClearID, расположенный под дисплеем. Он разблокирует смартфон за 0,6 секунды и может также использоваться для подтверждения платежей. По слухам, версия смартфона с ClearID будет стоить порядка 625 долларов, тогда как обычный Vivo X20 Plus оценивался в 577 долларов. Смартфон оснащен чипом Snapdragon 660, 128 гигабайтами хранилища, а экран с соотношением сторон 18 к 9 и разрешением Full HD+. В сети уже ходят слухи о том, что стоит ли на ценке в 50 долларов новый тип сенсора отпечатков пальцев. Мое мнение, что да, стоит. Учитывая то, что компания Vivo не делает заоблачных цен на свое устройство в виде тысячи или полутора долларов, то в принципе, на самом деле, я думаю, что это оправданный шаг для того, чтобы в дальнейшем радовать нас подобными прорывами, скажем так. Но другой вопрос, стоит ли платить за такое железо, какое хочет представить компания Vivo, такие большие деньги. Ну и на сладенькое. Помните, в детстве была такая игрушка в виде фотоаппарата, которую, если направить на свет, то получалось увидеть какую-то картинку видоискателя. А если нажать кнопку у затвора, то тогда эта картинка менялась. Видимо, компания Nokia все еще ностальгирует по подобным девайсам, и поэтому решила кое-что представить нам в ближайшее время. В распоряжении нашей скромной редакции, да и всего интернета в целом, оказалось схематичное изображение задней панели будущего флагманского смартфона Nokia 10. Судя по утечке, смартфон будет оснащен доселе никем не использованным типом расположения камер. В частности, на изображении видно, что в ее состав войдут оптические блоки, расположенные по окружности. В общей сложности сзади будут установлены пять оптических модулей. Также на задней стороне смартфона расположится сенсор отпечатка пальцев и светодиодная вспышка. Сердцем устройства, судя по слухам, должен стать Snapdragon 845, а анонс смартфона должен состояться во второй половине года. О цене пока никакой информации нет. А если без шуток, мне вполне понравилась данная идея. Надеюсь, это не останется только на бумаге, и Nokia и вправду в ближайшее время представит новое устройство с подобным типом оптических модулей. А на этом сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, не болейте и до пятницы. Пока!